У нас в институте научно-советская работа, она ведется с первого курса. И действительно, вот более к старшим курсам, уже к пятому, к шестому, а сейчас уже в аспирантуре, с каждым годом финансовая поддержка со стороны различных структур, она постоянно увеличивается. Со стороны государства есть большое количество научных фондов, например, Российский научный фонд. Со стороны ВУЗа большую роль играет программа «Пять в сто», с помощью которой есть различные инструменты финансирования, поездок на конференции научные, поездок на различные форумы, мероприятия, вузы-партнеры, и также финансируются статьи, то есть даются гранты за написание статьи. Удается получать поддержку со стороны ВУЗа, в частности, в рамках программы «Пять в сто», также со стороны фонда развития, предпринимательства и малого бизнеса, программа «Умник», ну и со стороны фонда научных исследований. Ну, в общем, достаточная поддержка. Ожидание. Хотелось бы как можно больше установить полезных деловых связей, познакомиться с видными международными учеными, и мы ожидаем большого количества участия таких ученых, представителей. Ну и также хотелось бы узнать что-то новое, полезное в своей области, в области своей деятельности научной. Обмен информацией с коллегами, развитие междисциплинарных каких-то связей, ну, также это опыт для студентов, которыми я руковожу. Для них это очень существенный опыт первых выступлений. Так что я считаю, что это очень важное и значимое мероприятие для нашего ВУЗа. Я думаю, что очень хорошо, когда у ученых есть возможность поездок в другие ВУЗы, возможность получить международный опыт в своей области. И если ученый, он действительно будет заинтересован в работе в России, то никакого оттока не будет. А чтобы его заинтересовать, мне кажется, в настоящее время делается все больше и больше. Опять-таки, появляется большое количество грантов, появляются большие возможности в работе, в том числе, например, у нас в ВУЗе сделан кадровый резерв, молодежный кадровый резерв именно научно-педагогических работников. Это тоже такая важная поддержка, не только финансовая, в том числе и моральная, и техническая поддержка молодых ученых. И благодаря этому, в том числе, тоже есть желание оставаться именно в своем родном ВУЗе, а не лежать, работать куда-то за рубеж. То есть перспективы видны и в России в том числе. Я, по крайней мере, не уехал за рубеж. Так что, видимо, все-таки, это пример того, что молодой ученый в России может чувствовать себя достаточно комфортно. И, в общем, условия некоторые создаются. Фундаментальные научные исследования, они часто делают все равно в коллаборации с зарубежными коллегами. Важно продолжать сотрудничество с зарубежными компаниями, организовывать повышение квалификации, стажировки для молодых ученых за рубежом. Что вместе, я думаю, у нас получится.